Ну что ж, давайте начинаем. Всем привет, как говорится. Делаю обзор на очередной поддержанный смартфон, который мне посчастливилось купить по цене 35 евро вместе с доставкой. Конкретно это Motorola Moto G4 Plus, который на самом деле выпускается компанией Lenovo, потому что вот видно сразу, что Lenovo. Да-да, действительно Lenovo по идее выпускает эти смартфоны под брендом Motorola, который был ей куплен ранее. Надо сказать, не только сам смартфон пришел мне от предыдущего владельца, а также достался вот этот вот замечательный кожаный чехол. На самом деле в хорошем состоянии, ну немножко видно, что потертости есть. Даже сам чехол стоил двадцатку, а я купил за 35 евро все это вот вместе, вместе с доставкой. Давайте символическая распаковка, то есть такая вот у нас коробочка, ну ничего особенного здесь нету. То есть просто заявлены ключевые моменты. То есть вот сам смартфон, к нему еще перейдем. Лоток. Понятное дело упаковочного материала уже больше нет. Ну тут был просто какой-то поролон проложен предыдущим владельцам, то есть это не из магазина так шло. У нас есть вот такой вот зарядник. На самом деле зарядник хороший, потому что он поддерживает функцию Turbo Charge, то есть можно быстро зарядить смартфон и действительно может выдавать 5 вольт 1,6 ампер, может выдавать также 9 вольт 1,6 ампер, может выдавать и 12 вольт 1,2 ампер. У нас есть micro USB кабель и вот гарантийный чек. На смартфон распространяется гарантия 2 года, ну и человек купил его в прошлом году. Вот гарантия 2 года, все конечно по-фински, так как живем в Финляндии. Вот, 250 почти евро, ну без 10 центов. И еще чехол за 20-ку, то есть потратил он почти 270 евро, а на самом деле продал его, он долго продавался, то есть я видел этот смартфон, он долго продавался, пока цена не упала, я его не брал. Есть даже какие-то инструкции там, и есть два вот таких переходничка с Nano SIM на micro SIM карточку, потому что данный смартфон использует именно micro SIM. И даже есть еще защитный пластик, который предыдущий владелец почему-то приклеил на стенку туда. Видимо, все решил сохранить. Вот, то есть да, действительно удобно, что даже еще на гарантии сам смартфон. Все отложим в сторонку. Давайте рассмотрим сам смартфон, в каком он состоянии. Ну, задняя крышечка вполне в хорошем состоянии, просто мои отпечатки пальцев на ней сейчас. Углубление, где логотип Motorola, выступающая над корпусом камера с настраиваемой вспышкой, корректировка цвета температуры. Сзади у нас микрофон для камеры также есть, ну и также для подавления шумов он используется. Снизу у нас видим разъем micro USB 2.0 для зарядки и синхронизации. Видим также снизу один из косяков, ну точнее здесь только один такой косяк. Видимо, предыдущий владелец ронял, поэтому ободок здесь, он, ну, имеет вот такой вот изъян. На самом деле здесь все из пластика, то есть этот ободок, он тоже из пластика, хотя якобы выглядит под какой-то там металл, на самом деле все не так. То есть пластик действительно может треснуть, там могут вот такие вот дефекты произойти при падении, но, к счастью, экран сам целый. Вот, у нас качелька громкости с правого боку и кнопка включения-выключения. Вот, сверху у нас разъем 3.5 мм для гарнитуры, ну и спереди у нас единственный динамик как для разговора, так и для громкой связи, там и для проигрывания звука. То есть все в одном, как говорится. И фронтальная камера, здесь также располагаются датчики приближения там и яркости. Снизу у нас расположен сканер отпечатков пальцев, ну и микрофон. Давайте уже включим сам смартфон. Вообще он весьма удобно лежит в руке. Так, надо подольше подержать кнопочку. Весом этот смартфон 155 грамм. И несмотря на большой размер экрана 5.5 дюймов, он вполне удобно лежит в руке, то есть, по крайней мере, у меня. Вот, толщина корпуса, конечно, немножко разочаровывает, то есть 9.8 мм, ну, потому что выступает как сканер, так и камера, как можно это и видеть. Есть варианты, кстати, с двумя симками, есть вариант с одной симкой. Я, конечно, поторопился, включил его слишком рано, но даже сейчас мы можем снять заднюю крышечку, никаких проблем, чтобы я вам просто показал. У нас именно версия с двумя симками, то есть микросим карточки используется раз, два, и можно отдельно поставить микро SD карточку. До 256 заявлены поддержка карточек. Аккумулятор, несмотря на то, что у нас снимается задняя крышечка, все-таки не снимается сам по себе, то есть его не заменить обычными стандартными способами. Ну, жиденькая, конечно, задняя крышечка, но на самом деле она мягкая и приятная, то есть она не должна, по идее, ломаться, если, например, как-то на нее надавить. То есть она должна быть гибкой именно такой. Вот, ну, проверять я сейчас, конечно, это не буду. Вот, что касается экрана, сразу давайте поговорим про него. То есть экран здесь Full HD IPS матрица, хорошие углы обзора, то есть, по крайней мере, я не жалуюсь, и яркости будет хватать даже в солнечный яркий день. То есть действительно яркий дисплей, отличное качество, хорошие углы обзора, как я уже бы это и сказал. Мультитач поддерживается до 10 касаний, и защитное стекло здесь Gorilla Glass 3. Собственно говоря, это такой стандартный экран для среднего ценового сегмента. Когда этот смартфон был новый, то есть он стоил где-то от 200 до 300 евро, в зависимости от страны покупки, ну, там, различных акций и так далее. Также здесь есть актив дисплей функция, то есть сам экран, например, вот сейчас он стоит, вот, то есть он может нам показывать время, то есть он распознает жесты, вот. Ну, это я сейчас касаюсь уже, конечно, этого сканера. Также здесь есть такие жесты, которые, как говорится, разработаны именно для этого смартфона, то есть я их активировал. Например, можно включить фонарик вот таким вот рубящим движением и выключить его. Если мы хотим запустить камеру, то делаем такие вот движения, и у нас запускается камера. Но, надо сказать, камера все-таки запускается относительно медленно. То есть вот, сразу же, как начал про камеру, давайте сразу про нее и поговорим. Задняя камера, то есть она 16 мегапикселей разрешения имеет. Но на самом деле, если снимать нормальные фотографии, а именно не 4х3, а 16х9, то всего лишь 12 мегапикселей будет. У нас настраиваемая вспышка, то есть она автоматически, то есть тут датчики есть, определяют, какую нужно установить световую температуру. И, собственно говоря, здесь два светодиода, которые, как говорится, подстраиваются. Видео, увы, данный смартфон может снимать лишь Full HD, всего лишь 30 кадров в секунду. Но даже если снимать видео HD, все равно будет 30 кадров в секунду. Поддерживается замедленная съемка, но 540p это как-то уже все-таки действительно так себе. И качество замедленной съемки тоже так себе. А фотографии получаются действительно отличные. Особенно днем. То есть в «Сумерках», конечно, любая камера на среднем ценовом сегменте, она выглядит действительно убого. Даже на мыльницах, там, на любых фотоаппаратах обычных, в «Сумерках» всегда качество обычно так себе. Ладно, давайте поговорим про начинку. У нас в начинке Qualcomm Snapdragon 617. Покажу вам сразу результаты бенчмарка Antutu. То есть у нас восьмиядерный процессор. У нас 4 ядра работают с частотой 1,5 ГГц. И еще 4 ядра с частотой 1,2 ГГц. То есть вот, как вы видите, результаты бенчмарка Antutu. Графическая подсистема у нас Adreno 405. Я все время путаю этот сканер с кнопочкой «Домой», кстати. И давайте покажу вам результаты 3D-марка. То есть, конечно, для игр я бы этот смартфон не рекомендовал на сегодняшний день. То есть в слайншоте чуть более 700 баллов, и в слайншоте экстриме около 400 баллов. То есть такие вот непосредственные результаты. Что же касается памяти, то у нас доступны сразу три варианта. Именно данный аппарат – это 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-накопитель. Также существуют варианты 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-накопитель. И даже существует такой ультимейт-вариант, как 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-накопитель. Ну, конечно, кто-то из вас подумает, что чем больше памяти, тем лучше производительность. Но на самом деле процессор-то у них у всех одинаковый. То есть тот же самый Qualcomm Snapdragon 617. Ладно. То есть для игр, конечно, я бы данный аппарат не советовал, но игры, по идее, на нем будут запускаться, и в принципе можно во что-то нетребовательное там поиграть. Что касается подключений, нам доступны Wi-Fi, Bluetooth 4.1. Доступно также подключение приемников GPS, GLONASS, BDS. Ну, естественно, есть даже FM-приемник. Ну, и как я уже сказал, у нас снизу разъем для синхронизации и зарядки microUSB 2.0. Кстати, нужно заметить, что NFC здесь нету. То есть расплачиваться в магазинах или читать какие-то теги у вас не получится данным смартфоном. Несмотря на то, что он бы подошел отлично, потому что у него сзади обычная пластиковая крышка. Так-то она просвечивает, как говорится, для радиоволн. Но, увы и ах. Аккумулятор встроенный, несъемный, как я уже говорил, 3000 мАч. И даже вот годовалый смартфон, он отлично работает. То есть проходить с ним можно даже в активном режиме сутки, а то и полторы. Спокойно, двое суток я тоже вытягивал. То есть постоянно какая-то видеосъемка, фотосъемка. Постоянно открыты у меня подключения, все связи. И, в принципе, с ним можно даже так проходить. Что, конечно, хочется сказать по поводу сканера отпечатков пальцев, который у нас расположен вот здесь. Да, с одной стороны его расположили спереди, что он лучше заметен. Но я считаю, лучше бы он расположился вот на месте этого логотипа. Потому что туда тянется указательный палец. А сам сканер мне не нравится в том плане, что иногда он некорректно срабатывает. По идее, он может как блокировать, так и разблокировать смартфон. Но его постоянно путаешь с кнопочкой домой. То есть кнопочка домой у нас только на экране. Сканер – это не кнопочка. Постоянно хочется ее нажать, но это не кнопочка. Постоянно возникают ошибочные такие движения. Ну и то, что я заметил, что он все-таки, если по нему слишком быстро провести, то он не успевает, как говорится, считать отпечаток пальца. Что касается системы, когда этот смартфон был опубликован, то система была Android 6.0, но сейчас произошли обновления до 7.0. То есть этот смартфон уже обновлен. Видно, что Android 7.0. Кстати, Android здесь практически, можно сказать, голый. Но все-таки у нас вот это вот дополнительное приложение Moto, где можно настроить вот эти вот именно различные действия, чтобы, например, даже при выключенном экране вы делаете такое рубящее движение, и у вас запускается фонарик. С одной стороны это ура, супер, но с другой стороны такие вот движения, круговороты и всякое такое может просто привести к тому, что у вас смартфон полетит на асфальт, и вместо того, чтобы запуститься фонарик, у вас произойдет, допустим, поломка корпуса или дисплея. Поэтому аккуратнее с этим. Вот. И еще хочется напоследок сказать, отличие G4 Plus от обычного G4. Ну, в основном лишь только в том, что у нас идет в комплекте вот этот вот зарядник, функцию Turbo Charge, по-моему, они оба поддерживают. И у нас есть спереди сканер отпечатков пальцев, ну и получше камера. Вместо 13 и 16 мегапикселей, но на самом деле, как я говорю, это такие вот немножко хреновые мегапиксели. Дело в том, что на самом деле их 12, если снимать нормальные фотографии, с нормальным, как говорится, соотношением сторон. А если 4х3, я не считаю, что это уже устаревшее качество. В общем, вот, как-то так. Так, теперь давайте я подведу итоги, плюсы и минусы данной покупки. Ну, по крайней мере, этого смартфона. Ну, для меня, конечно, цена это большой плюс. За 35 евро купить то, что в прошлом году стоило больше 250, ну или около 250 вместе с чехлом там и 270. Это нормально. Это суперски просто. Быстрая зарядка это тоже плюс. То есть данный смартфон отлично подойдет для забывах и торопышек. То есть, допустим, вы проснулись утром, видите, что у вас заряда осталось 20-25%. Вы кушаете не спеша, завтракаете и подключаете к зарядке смартфон. Буквально за 15-20 минут, пока вы собирались на работу, ваш смартфон уже зарядился больше, чем наполовину. И все, супер. Вы берете его с собой, может быть, заряжаете его дополнительно в автомобиле, если у вас есть там тоже зарядка Turbo Charge. И все, отлично. Вы приехали на работу, у вас уже почти заряжен телефон. На день хватит походить. Здесь также хороший экран с хорошими углами обзора. Это мне тоже понравилось. Ну и относительно качественные фотоснимки делают камеры. Это тоже плюс. Плюс, к тому же, бескомпромиссный вариант. Если вы хотите использовать две сим-карточки, ну, micro-sim или nano-sim, у вас есть в комплекте переходники. И, к тому же, вы можете поставить также micro-SD-карточку. То есть, не нужно там выбирать, поставить одну micro-sim-карточку и micro-SD-карточку, либо две micro-sim. Никаких проблем. Ставьте все три одновременно. Ну, а минусы данного смартфона, это то, что он все-таки дороговат новым. То есть, действительно, даже на сегодняшний день он, по-моему, еще продается. И цена у него ого-го какая. И то, что, конечно, все-таки производительность у него не такая уж и серьезная относительно цены. Вот, даже можно запустить какой-нибудь тест. Ну, давайте тот же самый SlideShot Extreme. Вот, конечно, для игр его я бы не рекомендовал. Аккумулятор не меняется. Это такой тоже небольшой, но минус. И нет приемника NFC. Ну, то есть, как бы, если вам нужен приемник NFC, вы просто не берете этот смартфон. Ну, и то, что тупой сканер, то, что он в неприятном месте расположен, это тоже меня расстраивает. Вот. Ну, слабоватое. Действительно, железо все-таки как-никак. То есть, видите, картинка дергается. Пусть, конечно, и тест. Он достаточно серьезный. Но все-таки в современные игры я бы на таком уже не играл. Вот такой вот обзор. Надеюсь, было интересно смотреть. Если вы еще думаете о покупке данного смартфона как новым, так и поддержанным, если он еще продается у вас на рынке, то, в принципе, можно рассмотреть. Особенно, если бюджет ограничен. Вот. Но, конечно, я говорю, то есть, с определенными ограничениями. Вот. То есть, если вас, например, интересует больше зарядка Turbo Charge, а не производительность, то это ваш вариант. Если вас интересует качество фото, а не видео там с каким-то огромными там 120 FPS, а именно вам просто обычное фото сделать, то, по идее, почему бы и нет. Вариант для вас. На этом говорю вам. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Жмите на колоколец. Ставьте лайки. Пишите комментарии, вопросы. Всем пока.